Добрый день всем подписчикам и гостям канала! Сейчас, когда на фоне всеобщего тренда много людей гоняются за марками с кораблем и без него, мы вернемся к монетам. Марку «Русский военный корабль» надеюсь уже смогли приобрести все желающие. Если нет, то завтра на полторы тысячи отделений укрпошли развезут еще один миллион марок. А я сегодня хочу показать вам результаты улова монет из обихода за май месяц. Перебором заниматься сейчас нет возможности, но на сдачу кое-что попадается. 50 копеек 1992 года. Так называемый «малый герб». По каталогу коломийца второй штамм попало с три полтинника. На данный момент цена на данную монету составляет от одной до трех гривен, в зависимости от состояния и количества. 50 копеек 1992 года. Третий штамм. Попалась одна штука. Данная монета уже поинтереснее, так как цена на нее составляет от 10 до 20 гривен. И попадаются они значительно реже. Одна гривна 2004 года. Пять монет. Тираж ее составляет 15 миллионов штук. Рыночная цена 2-3 гривны за монету. Одна гривна 2015 года. 70 лет победы. Также попалось пять штук. Тираж их 7 миллионов штук. И цена в таком состоянии примерно по 5 гривен. Из ролла без следов обихода может доходить до 20 гривен. Одна гривна 2010 года. 65 лет победы. Тираж ее 5 миллионов штук. Таких, как видите, попалось всего 2 монеты. Рыночная цена в таком состоянии от 5 до 10 гривен. Из ролла примерно 30 гривен за монету. И одна гривна 2004 года. 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков. Ее еще называют медали или пиджак. Тираж 5 миллионов штук. Такую монету можно уже продать от 10 до 20 гривен за штуку. В зависимости от состояния и количества. В состоянии из ролла встречается очень редко. И цена в пределах 150 гривен. Такими были скромные находки за май месяц. Третий месяц войны. Надеюсь уже в ближайшем будущем увидеть монету, посвященную освобождению Украины от фашистских захватчиков. Спасибо всем за внимание. Все будет Украина. Продолжение следует... Продолжение следует...